Добрый день, уважаемые друзья! 20 лет назад кучка пьяных придурков отняла нашу родину. И с тех пор над Кремлем мы видим каждый день фашистский флаг. Да, это факт. Именно сейчас все эти 20 лет в нашей стране правят духовные последыши генерала Деникина, Голчака, Власова, Гитлера. Фашисты и белогвардейцы, последующие тех, кто при царе Николае Кравау порол на смерть крестьян, кто морил город голодом наших рабочих, кто убивал наших с вами дедов и прадедов. Вот сейчас эта власть, она снова воцарилась в нашей стране. И она отняла у нас будущее. Здесь собралась молодежь. Очень много людей сейчас испытывает проблемы, молодых людей, проблемы с работой, с образованием. Негде жить, некуда устроиться, не на что содержать семью. Все это каждый из нас испытал сейчас. Все это мы знаем прекрасно. В советское время, при советской власти, какой бы плохой она ни была, с какими бы она ни была недостатками, каждый из нас с вами имел настоящее будущее. Мы все были нужны, нужны своей стране, нужны обществу, нужны тем, кто нас окружает. А сейчас новое поколение, которое выросло уже не зная Советского Союза, не зная социализма. Каждый молодой человек, каждый парень, каждая девушка рождается, чтобы ощутить себя ненужным, никому ненужным. Тупик, бесперспективность, никакого будущего. Это еще в Москве, в Питере, может быть, в Свердловске, Новосибирске еще как-то можно выкрутиться. А что в маленьких городах, а что в селах, молодежь там вспивается. Нет будущего ни у кого из нас по отдельности, нет будущего у нашей страны в целом, пока мы сами не возьмем судьбу в свои руки, пока мы не сможем изменить самих себя и изменить свою жизнь. А для этого, ребята, нужно очень хорошо поработать. И нужно сделать то, что уже удалось нашим с вами предкам, когда-то в далеком 1917 году. У большевиков было самое молодое правительство. В октябре 1917 года была не просто социалистическая революция, это была молодежная революция. Молодежь тогда свернула шею капитализму, свернула шею всем тем хрякам, которые жрели на народном горе, которые получали бабки от народной крови. И их тогда прикончили, и прикончили весь тот поганый строй, который породил суету шушеру на нашей земле. И вот сейчас нам с вами нужно не просто петь песни, не просто болтать про революции. Революцию нужно делать. Нам нужна железная поступь батальонов пролетариата. Только организованный народ сможет спасти нашу страну от окончательной гибели. И не какие-нибудь там парламентские игрища, а только тот путь, которым шли большевики. Поэтому я завершаю свое краткое выступление лозунгом «Революция! Да здравствует Новый Октябрь!» Ура! Ура!